Добрый день, дорогие господа! Добрый день, дорогие господа! Вкратце, по окончательному документу многие люди уже указали на то, что эта работа была очень полезной, но они сказали также, что есть еще потенциал к улучшению. И, конечно же, самой большой трудностью была нехватка времени для проведения такой работы. Тем не менее, я рад сказать вам, что на прошлой неделе секретариат выложил заключительный документ, документы. И это документы по сути проблемы. Если у вас еще не было возможности, я хочу вас призвать внимательно ознакомиться с этими документами на сайте, посмотреть на отчет. Не нужно читать каждую страницу, потому что это достаточно объемная документация, но прочитайте исполнительное резюме, которое даст вам обзор основных результатов и поможет вам заглянуть в будущее. И, кроме того, там есть предложение по той работе, которая еще будет проведена. Конечно же, слишком мало времени было в распоряжении экспертов, которые занимались этой работой. Поэтому, конечно же, нельзя сказать, что мы достигли точки истины по каждому вопросу. И, конечно, каждый из элементов может в дальнейшем быть углублен. И, может быть, не всегда каждая тема соответствовала форуму «Наилучшая практика», но мы старались это сделать. И все это соответствовало тем предложениям, которые выдвинуло интернет-сообщество. И, в принципе, это было связано с передовой практикой. И, вы знаете, целевая группа по технической стороне тоже разрабатывала те результаты, которые можно принять на добровольной основе. И, конечно, на все это стоит смотреть как на процесс, а не на какие-то точечные заседания. То есть, заседания – это лишь какой-то момент в процессе, но все подвижно, все еще в работе. И, по моему мнению, самые конкретные практические результаты связаны именно с форумом по спаму. И, особенно, вот СЕРТ, обсуждалась проблема СЕРТ, эксперты сказали, что, может быть, это не лучшее определение этого названия, может быть, можно другой акроним придумать. Но это лишь одна из тем. Но, мне кажется, все результаты заслуживают внимания. Кроме того, конечно же, будут последствия для ресурсов, поскольку нужно будет докомплектовать секретариат в соответствии с тем объемом работ, с учетом того объема работы, который необходимо осуществить. Поэтому, мне кажется, что, конечно же, члены МКГ тоже должны будут осуществить определенную инвестицию, ресурсов в этом отношении. Спасибо, Маркос, за отчеты и за предложение. Я хочу воспользоваться возможностью и поблагодарить вас и Констанс за то, что вы взяли на себя эту работу и занимались координацией. И вы видите, что есть очень положительные отзывы о этой проделанной работе. Следующая в списке. Вернее, следующая. Я Лея Каспар. Пожалуйста. Спасибо. Я впервые выступаю. Меня зовут Лея Каспар. Я из Хорватии. Я новый член МКГ. Я новый член интернет-сообщества. Я хочу углубить некоторые комментарии, которые мы уже обсуждали сегодня утром. И хочу сделать акцент на одном моменте, которому не было уделено достаточное внимание. Если посмотреть назад, я хочу поддержать ораторов, чтобы признать те важные шаги по улучшению и осуществлению рекомендаций. И по учету рекомендаций, которые привлекли к улучшениям работы. Я хочу поблагодарить секретариат и членов МКГ. Кроме того, я поддерживаю подход к межсессионному процессу. Я думаю, что завтра мы будем это обсуждать. И к концу заседания у нас будут конкретные шаги в отношении того, как продвигаться в этом направлении. Я буду рада присоединиться к этим обсуждениям в отношении извлеченных уроков и будущего. В отчете тоже говорится о том, что есть необходимость обеспечения координации между IGF и другими форумами и процессами, которые сейчас имеют место. Как мы знаем, что IGF не находится в вакууме. То есть речь идет не только о обсуждении, которое идет здесь и на IGF, но нужно учитывать и то, что происходит извне, во внешней среде и как это влияет на нашу работу. Сейчас идут обсуждения в Нью-Йорке в отношении обновления мандата IGF. И многие ораторы ссылались на это. Может быть небольшое предложение, чтобы члены МКГ говорили о важной роли IGF, осуществляли определенную кампанию по коммуникации. И вот коллега из Македонии говорила о стратегии в области коммуникации, о повышении осведомленности. И мы должны говорить о прогрессе, который был достигнут за последние 2-3 года. Как сообщество IGF может работать на упреждения для того, чтобы учитывать и предвидеть все те процессы, которые происходят вне и за пределами нашего форума. Было бы здорово, если бы мы в ноябре посмотрели на стабильный проект документа. Но важно участвовать и в процессах, которые будут предшествовать этому. Я не знаю, насколько это будет реально. Я так понимаю, что у нас будет очень много процессов до заседания IGF. И мы должны посмотреть, как мы можем сделать вклад в эти процессы. Спасибо. Вы рассуждаете совсем не как новичок в МКГ, а скорее как уже такой опытный член МКГ. ICC BASIS, пожалуйста. И на настоящий момент это последний оратор в списке. Нет, не последний, есть еще желающие. Пожалуйста. Добрый день всем. Меня зовут Элизабет Томас. Я руководитель секретариата ICC BASIS. Я не член МКГ, но это мое первое заседание МКГ. Я очень рада быть здесь, участвовать. Я хочу лично поблагодарить секретариат IGF за проведение координации этого заседания. И я приветствую ту возможность, которая предоставлена для участия. Я хочу поблагодарить Турцию, команду, UNDS с успешным проведением мероприятия в 2014 году. Мы с нетерпением ждем возможности работать со всеми заинтересованными сторонами, чтобы подготовить еще одно успешное мероприятие в следующем году. В духе солидарности я бы хотела выразить особую благодарность господину Массинга и секретариату IGF. Вы проявили профессионализм и высокий уровень компетенции. И я думаю, что все интернет-сообщество высоко ценит вашу работу. Я знаю, что многие уже обсуждали межсессионную работу. И нам кажется, что это будет важным новым дополнением к программе IGF. ICC Basis разработал конкретную рекомендацию в отношении межсессионной работы. Мы письменно представили это предложение. Мы поделимся более краткой версией в целях проведения дискуссии. Как только мы перейдем к сессии, которая будет обсуждать этот вопрос. Но я хочу сказать о шести аспектах нашего предложения. Первое. Увязка между межсессионной работой и также резюме МКТ по 2014 году. Мы хотели бы говорить о процессе, который идет снизу вверх. Об инклюзивности широкого спектра заинтересованных сторон. Важность проведения сквозного конструктивного диалога в рабочей группе. Необходимость укрепления секретариата в качестве взаимной и надежной платформы, которая содействует введению таких обсуждений. И целая серия параметров, с которыми должны быть ознакомлены все члены МКГ, чтобы содействовать процессу. Кроме того, должна быть увязка с национальными и региональными IGF и использование результатов работы межсессиями для подпитки общих результатов. Подводить итоги и 2014 года. И, наконец, мы хотели рекомендовать тему для рассмотрения. Мы представим наше предложение завтра. Но мы знаем, что это предложение уже было охвачено при подведении итогов ICC Basis. И это предложение уже выложено на соответствующий веб-сайт. Бахир, я прошу прощения, я не увидел, что вы хотели выступить. Бахир, пожалуйста, вам слово. Спасибо, Янис. Доброе утро. Меня зовут Бахир Басматамун. Мое выступление будет кратким. Многое уже было сказано. Я хочу лишь повторить несколько важных моментов, которые уже прозвучали. Один из них связан с улучшением результатов IGF. С тем, чтобы сделать их более наглядными, более заметными. Многое уже говорилось о форумах наилучшей практики и периодового опыта, которые, по моему мнению, являются хорошей практикой, хорошим опытом. И вот такие документы, результаты, это настоящий материальный результат нашей работы. Мы должны тоже их сделать заметными. Документы были выложены на веб-сайт IGF. Тем не менее, я не знаю, были ли они направлены другим организациям, например, учреждениям ООН и другим организациям, которые занимаются вопросами управления интернетом. И вы знаете, что это была рекомендация SCTD улучшить связь между IGF и другими организациями. То есть это тот опыт, который мы должны использовать. И с помощью этого опыта добиваться дальнейших успехов. Очень важно подчеркнуть отчет председателя, который тоже фигурирует среди документов. Нужно тоже делиться такими документами с более широким IGF-сообществом. Еще один важный момент связан с межсессионной работой. Мне тоже кажется, что это очень важное нововведение для IGF. Я уверен, что нам нужно больше времени для того, чтобы обсуждать темы и вопросы, которые бы могли быть рассмотрены между сессиями, между заседаниями. И вот предыдущий оратор говорила о ресурсах. Об этом тоже не стоит забывать. Если мы будем осуществлять межсессионную работу без соответствующих ресурсов, мы должны посмотреть, какие ресурсы нам нужны. Людские ресурсы, технологические ресурсы. И такая работа должна включать, конечно же, и участие членов МКГ. Может быть, необходимы средства онлайн, которые бы обеспечили более широкое участие интернет-сообщества. То есть мы должны сделать все возможное, чтобы обеспечить наличие вот таких средств, инструментов для нашей работы. Спасибо. Спасибо, Бахир, за ваши комментарии и за ваши рекомендации. Теперь дистанционный участник, пожалуйста. Спасибо, господин председатель. Добрый день всем. Иззиме Акутане. Я уже второй год являюсь членом МКГ. И я рада, что прозвучало много комментариев по совершенствованию работы. Ораторы уже охватили много вопросов, о которых я хотела бы сказать. Но я хотела бы сказать о прозрачности и межсессионной работе. Я действительно согласна с тем, что нужно укрепить работу между заседаниями. И одним из подходов могло стать использование уже существующих результатов работы. И, конечно, здесь пример – это форумы наилучшей практики, которые были проведены в 2014 году. Они получили много положительных отзывов. И, конечно, речь не идет о том, чтобы только этим ограничить межсессионную работу. Мы можем извлечь уроки, но, кроме этого, это демонстрирует нашу возможность работать онлайн, применять телеконференции. И я думаю, что мы могли бы еще дополнительные моменты рассмотреть. Бахир говорил об этом. Охват – это одна из тех тем, которые стоит подчеркнуть. Но в дополнение к этому нужно расширять заинтересованные стороны. Мы должны охватить большее количество заинтересованных сторон по конкретным темам. Мы, например, можем выделить определенные темы для межсессионной работы. Например, тема ИКТ. И мы должны охватить всех экспертов. И охватить всех затронутых людей. Вместо того, чтобы заниматься охватом на добровольной основе. Транспарентность в отношении программы и организации работы. Это очень важно. В этом году мы уже добились хороших результатов в отношении семинаров. Особенно в том, что касается того, что делала Сюзан. И в отношении оценки и критериев. Но мы могли бы улучшить еще транспарентность сессий, которые не запланировали с участием МКГ. Я, например, слышала, что было непонятно, как выбираются ораторы для закрытых сессий и открытых сессий. Может быть, здесь это может быть актуально для других сессий, которые не планируются с членами МКГ. То есть, если нет какой-то открытой процедуры выбора ораторов, и она не предусмотрена, может, стоит над этим задуматься. Например, представить какой-то ряд критериев. Особенно в том, что касается пояснения. Что должно делать, например, правительство в этих случаях и так далее. Спасибо. Отвечаю на ваш вопрос. Мне кажется, что нет какой-либо тайны в отношении первого пленого заседания и последнего. Это зависит от инициативы предложения секретариата. На сессии открытия мы даем возможность выступить министрам, а также представителям разных групп заинтересованных сторон. Они могут сделать комментарии. И то же самое касается и сессии закрытия. Я вижу, что вот некоторые здесь нервничают. И, возможно, они впервые слышат о том, как структурированы такие сессии. Но, по сути, именно так это и происходит, как я только что сказала. Но если, конечно, есть какие-то конкретные вопросы, которые необходимо урегулировать, мы должны это сделать. Как сказал уже Янис, в отношении правительств. Если министр какой-либо приезжает, он выступает на сессии открытия для гражданского общества. Именно группы гражданского общества назначают своих ораторов. То же самое касается деловых кругов. То есть каждая заинтересованная сторона назначает своих ораторов. Спасибо, что вы не противоречите мне, потому что мы здесь ведем протокол заседания. И я думаю, что если у кого-то еще будут вопросы по сессиям, мы дадим возможность ознакомиться с такими инструкциями. Есть еще желающие выступить. Мадилия Масьель из Бразилии. Она говорит, что общая тема 2014 года не была очень понятна. И было трудно увязать эту тему с сессиями. Идея 2015 года будет сформулирована до ВУИО плюс 10. Но нужно учитывать этот контекст. Ведь это форум, касающийся тоже управления интернета. Обсуждение темы 2015 года должно ориентировано на постановку вопросов, оценки развития информационного общества. Что значит ориентированное на человек интернет-общество сегодня? Что изменилось в сценарии с 2005 года? И еще важный компонент. Какие основные задачи необходимо решить после 2015 года? И хотя это заседание высокого уровня разработало определенную программу, но еще нужно проделать работу для того, чтобы уточнить эту концепцию. Поскольку это основная многосторонняя платформа, IGF может сделать вклад в эти усилия при обсуждении темы под тем. Имеется в виду платформа ВУИО. Благодарю вас. Я думаю, что общая генеральная тема, она полна символов. И скорее она абстрактна. И скорее всего так это и останется. Есть попытка объединить разные вопросы одной короткой темой. Но, конечно, часто это приводит к разным возможностям толкования смысла таких тем. Я вижу, что ораторов и желающих выступить больше нет. Нет дистанционных участников. Поэтому я попытаюсь сейчас подвести черту. Чтобы сказать, что я услышал из ваших выступлений. Общая оценка IGF 2014 года достаточно позитивна. Нам нужно продолжать идти дальше в том же направлении, используя тот же подход. И нам стоит руководствоваться рекомендациями рабочей группы форума с тем, чтобы стремиться осуществлять рекомендации. Особенно в том, что касается вопросов, которые нацелены на получение конкретных результатов. И нужно пытаться более эффективным способом распространять информацию об этих результатах. И вот здесь ключевой момент, на который мы должны посмотреть серьезно и подумать, как нам развивать соответственно нашу деятельность. Если мы посмотрим назад и посмотрим на вклады 9 предыдущих заседаний, мы увидим огромный пласт информации, знаний. И мы не можем сказать, никто не может сказать, что IGF ни к чему не привел. Наоборот, было разработано большое количество документов, много идей. Это пласт знаний и информации. Но, возможно, мы плохо сообщаем об этих знаниях. То есть мы должны найти более совершенственные пути коммуникации. И вот на это нам стоит посмотреть с вниманием. Форумы наилучшей практики получили хорошие отзывы. И единственный недостаток, о котором все говорили, это нехватка времени для того, чтобы разработать материалы. Я полностью согласен с этим. Поэтому намерение завтра наше состоит в том, чтобы обсудить темы для таких форумов и начать процесс компиляции, обобщения результатов форумов наилучшей практике. И в среду вечером мы можем еще подытожить информацию по этому поводу. Еще один важный аспект дискуссии. Но я не видела этого в обобщающем документе. Попытка охватить те сообщества или те секторы промышленности, которые пока не присутствовали на IGF. Я думаю, что мы должны вот здесь поразмышлять серьезно, чтобы привлечь свежую кровь новичков в наше предприятие. Большую часть комментариев мы получили в отношении работы между сессиями, межсессионной работы. Но звучало и предупреждение о том, что мы должны несколько ограничивать наши желания и соотносить их с нашими ресурсами, и финансовыми ресурсами, и людскими ресурсами, которые у нас есть в наличии. И опять-таки, мне кажется, что по этой теме мы должны провести тщательный анализ и определить, и сформулировать конкретные темы, которыми мы будем заниматься, и подумать над тем, какие механизмы межсессионной работы мы можем разработать, при этом не накладывая дополнительное бремя, которое уже существует, связанное с организацией заседаний IGF. И мы должны также использовать результаты национальных и региональных конференций IGF для того, чтобы найти решение тем проблемам по тем темам, которые мы определим. Если вы помните обобщающий документ, он содержит два предложения, на которые мы можем захотеть посмотреть. Первый – это политический подход к решению задачи обеспечения посоединения еще одного миллиарда людей. И второе – воздействие интернета на рабочие места и квалификация. Я не говорю, что это единственные темы, которые нужно обсуждать, но, тем не менее, они рассматривались. И самое главное – это не забыть о тех уроках, которые мы уже извлекли. У нас были очень хорошие намерения, когда мы начинали готовиться к Стамбульской встрече. Потом возникли подребности, нужно было учесть различные предложения. И многие наши добрые намерения отказались под угрозы. Поэтому давайте проявим необходимую твердость, насколько это возможно. Постараемся учитывать те уроки, которые мы уже извлекли. Мы хотели бы поблагодарить всех тех, кто принимал участие в этой дискуссии. Спасибо тем, кто представил свои комментарии в письменной форме, что позволило нам лучше проанализировать и достижения, и проблемы, которые были характерны для Стамбульской сессии. Мы хотели еще раз поблагодарить правительство и различные учреждения Турции за прием у себя нашего мероприятия. Переходим к следующему пункту повестки дня. Это общий обзор существующих инициатив по управлению интернет и воздействия на процесс ИГФ-2015. Хотел выступить с ноткой предостережения. Мы собрались здесь не для того, чтобы высказать наше отношение к той или иной инициативе, а для того, чтобы подумать о том, как задействовать эти инициативы, подумать о том, как далиная инициатива, которую нам здесь сообщают, может отразиться на подготовительной работе, которой мы занимаемся. Мы начнем с первой презентации о результатах полномочной конференции МСЭ, которая имеет определенное отношение к вопросам управления интернета. Госпожа Богдан Мартин, который возглавляет отдел стратегического планирования, расскажет нам в результатах Дорин вам слово. Спасибо, уважаемые дамы и господа. Нам очень приятно всех вас здесь принимать в здании МСЭ. Как господин Ранси сказал, МСЭ только что провела свою 19-ю полномочную конференцию, которая состоялась с 20 октября по 7 ноября в Пусане, в Южной Корее. Порядка 250 делегатов присутствовало из 171 страны. Мы приняли 21 новую резолюцию и внесли поправки в 51 уже существующую резолюцию, рассмотрев 452 предложения. Задача заключалась в том, чтобы определить стратегический план на предстоящий четырехлетний период, соответственно, финансовый план. Мы выбрали новое руководство, 48 членов Совета МСЭ и 12 членов Радиорегламентарного комитета. Может быть, вы уже знаете, что на своем первом пленарном заседании было принято важное решение о том, чтобы открыть все входные документы и заключительные документы конференции. Это было консенсусное решение. Хотела бы это специально подчеркнуть. Консенсусом было принято это решение. Полномочная конференция была столь успешной, поскольку вот начиная с этого первого пленарного заседания до самого конца работы все государства-члены продемонстрировали готовность работать на основе консенсуса. Это в какой-то степени является признаком открытости и транспарентности. Это как раз то, к чему призывали многие из вас, сидящих здесь в зале. На конференции было принято решение о том, чтобы открыть пленарное заседание и заседание комитетов, рассматривающих вопросы по существу и обеспечить открытый веб-кастинг или веб-вещание, незащищенное паролем. И было много субъектов, которые проявили интерес. У нас не было проведено за три недели ни одного голосования. Трудности были. Были длительные дискуссии, в частности по резолюциям применительных к интернете. 51 час председатель соответствующего комитета провел в дискуссиях. Но результаты являются весьма позитивными, мы их приветствуем. На конференции также появились новшества. Мы провели первую церемонию награждения в рамках нашей деятельности по решению прав и возможностей женщин. Вот один из лауреатов сидит здесь, в конце зала. Это представители ЭПСИ. Мы также открыли новый форум для привлечения представителей молодежи. Порядка 50 представителей молодежи. Мы также провели целый ряд круглых сторон по теме «Соединим 2020». Мы также провели два брифинга для гражданского общества. И также открытое заседание в форме вопросов и ответов с избранным генеральным секретаром организации, господином Цзао. И последнее. Мы провели деятельность на основе краудсорсинга для того, чтобы принять резолюцию по молодежи, которая, в конце концов, была принята на полномочной конференции. Я в этом зале вижу много знакомых лиц. Многие из вас участвовали в этой конференции. Поэтому обо всех результатах я говорить не буду. Главное, мы приняли стратегический план. Хотел бы подчеркнуть в этой связи. Это документ, который вы можете изучать открыто. Это новый подход. Это начало нового подхода к этой работе. Что касается вот этой новой резолюции «Соединим мир 2020», там содержатся важные цели и задачи. Но при этом мы стараемся установить конкретные задания и измерители, которые позволяют определять ход работы. Что касается этих задач, у нас есть задача по росту, по инклюзивности, по устойчивости, и есть цель по новаторству. Эти четыре цели определяют основные направления движения нашего Союза на протяжении предстоящих четырех лет. Мы призываем все заинтересованные стороны ознакомиться с этими материалами. Надеюсь, что сообща мы сможем выполнить эти задачи к 2020 году. У нас была интересная дискуссия по ВИО и ВИО плюс 10. Мы в этом плане в конце мая планируем провести еще один такой форум. Соответственно, должны быть приняты соответствующие решения. На генассамблеон в конце 2015 года относительно возможности проведения ВИО плюс 10. Что касается укрепления роли МСФ в области кибербезопасности и интернета, это у нас есть рабочая группа Совета, которая будет заниматься проведением очных и онлайновых консультаций. Нам очень приятно отметить, что у нас есть возможность проведения и очных встреч в рамках работы нашей группы Совета по вопросам связанной государственной политики в области интернета. Нам очень приятно отметить, что на полномочной конференции было решено открыть состав рабочей группы Совета по онлайновой защите ребенка или защите ребенка в онлайновой среде для всех заинтересованных сторон. Мы хотели бы сказать, что вот те документы, которые будут разрабатываться на этой группе, они тоже будут открыты для широкой общественности. Мы надеемся, что мы сможем провести также открытые онлайновые консультации по вопросам молодежи буквально за день до Совета. Речь шла о том, чтобы обеспечить доступный в экономическом плане международный интернет и подсоединение к нему. Вы знаете, что это знаменитая резолюция 133. Обращаем ваше внимание на проблему многоязычия, которая нашла там отражение. Государство-члены призываются к тому, чтобы создавать АЭКСПИЗ и МСС получило призыв оказывать помощь в наращивании потенциала, в частности, то, что касается перехода с IPv4 на IPv6. Речь шла о развитии сотрудничества с другими организациями, в частности, в области наращивания потенциала. В ходе этих дискуссий было высказано признание тех процессов, которые являются на основе привлечения многочисленных участников. Мы использовали такой подготовительный прогресс. В частности, для подготовки мероприятия высокого уровня ВИО плюс 10 этот процесс рекомендовал себя очень хорошо. И на политическом форуме тоже был задействован такой же подход. Этот форум состоялся в 2013 году. Было ряд других резолюций. Есть резолюции по членам нашего союза, которые представляют научно-педагогические круги, академические мер. Мы провели дискуссии по резолюции, по отслеживанию в онлайновом режиме полетной информации. Первая встреча на эту тему состоится весной. Была принята резолюция по борьбе с Эболой. Была принята резолюция по борьбе с контрафактной продукцией, по защите пользователей и потребителей. Была принята резолюция по интернету вещей, по соединениям с помощью широкополосных сетей и многие другие. И все эти документы должны вот сейчас быть помещены в интернет, после того, как они получат соответствующие номера и так далее. Мы готовимся к предстоящему году. В следующем году мы отмечаем 150 лет нашей организации. 17 мая МСЭ исполнится 150 лет. В следующем году мы будем праздновать целый год. Это важное событие. И к маю 2017 года мы будем работать по теме инновации и новаторская деятельность с помощью ИКТ. В следующем году будет проведено два важных процесса. Первое ВО плюс 10. И второе об этом уже говорилось сегодня утром. Это завершение деятельности по ЦРТ и начало деятельности по ЦУР. Целем устойчивого развития. И нужно, чтобы все эти моменты были отражены. Мы надеемся на работу с вами не только в рамках ВО плюс 10, но и в рамках окончательного согласования ЦУР. Вы знаете, что порядка 17 ЦУР сейчас в проекте. И только в четырех случаях говорится об ИКТ. очень важно, чтобы эти ссылки на ИКТ не пропали. Мы должны обеспечить, чтобы это осталось. Было бы еще лучше, если бы мы смогли увеличить число таких ссылок, поскольку мы знаем, что ИКТ – это один из факторов, благоприятствующих к мировому развитию. Мы смотрим на предстоящий год с оптимизмом. И надеемся, что в рамках вот этого процесса ВО плюс 10, и в рамках процесса согласования ЦУР мы сможем затвердить свою роль. Спасибо за эту презентацию. Поздравляем вас В связи с тем, что, ну, в кавычках, на полномочечном конференции удалось все легко, в кавычках, решить, при том, что вы решали очень чувствительные вопросы. Я очень надеюсь, что правительственные эксперты, участвующие в работе IGF, смогли приобрести необходимый опыт, который они применили во время полномочечной конференции. История подскажет, насколько это справедливо, поскольку Нора Абусита отсутствует. Я попрошу Нору выступить с презентации. Дальше у нас будет выступлен Флау Вагнера, который расскажет о CGI в отношении... Итак, Нора, слышно, что я вам говорю? Если да, то, пожалуйста, даем возможность выступить вот в таком дистанционном формате. Нору ищут, поэтому мы пока перейдем к следующему. А, вот, реагирует Нора. Нора, пожалуйста, приношу свои извинения, говорит Нора. Пожалуйста, вам слово. Спасибо. Спасибо за то, что мне было предложено рассказать об инициативе NetMundial. Для меня высокая честь работать вместе с вами. Я очень кратко расскажу об этой инициативе, а затем я хотел бы в течение двух минут рассказать о последних событиях. Как вы все знаете, в Сан-Пауло состоялось... Это мероприятие. В соответствии с этим ICANN, WEF и целая ряд других организаций договорились о том, чтобы выработать предложения по соответствующей платформе, позволяющей изыскивать решения, базирующиеся на сотрудничестве. Эта платформа должна способствовать укреплению и развитию существующих механизмов управления интернетом. В частности, по нетехническим вопросам. Эта платформа действует 6 ноября. Сейчас мы работаем по принципу итерации. Есть временный комитет, который будет распущен, как только будет создан руководящий комитет. Что касается этого руководящего комитета или совета, то он должен быть очень представительным с географической и отраслевой точки зрения. В этом плане мы уделяем этому вопросу самое большое значение. Мы надеемся, что мы можем опереться на отзывы сообщества. Мы анализируем те комментарии, которые мы получили через посредство социальных сетей и те, которые были представлены на самом веб-сайте NetMundial. Целый ряд мест, которые сейчас будут заняты, сейчас освободились, которые были сняты. Могут выступать представители всех отраслей и всех вопросов. Готовы ответить на вопросы. Первое. Попрошу Флавию Вагнера и CGI выступить, а потом, поскольку вы участвуете дистанционно, мы заслушаем вопросы, прежде чем двигаться дальше. Вам вопросы. Спасибо, господин председатель, говорит Флава Вагнер. CGI – это один из авторов инициативы NetMundial. Была создана платформа, и мы получили достаточно много вопросов с тем, чтобы разъяснить эти моменты. Тут-то работа не завершена, окончательного решения пока нет, и тут, собственно, мы в этом плане опираемся на вклады и предложения всего сообщества. Вот на последней встрече в пятнице было решено утвердить заявление с разъяснениями. Я думаю, что оно будет опубликовано сегодня. Все члены CGI-я утвердили этот текст. В полной мере, поддерживая инициативы, которые были разработаны на NetSabite, решили дать эти разъяснения в связи с тем, чтобы можно было готовиться к десятой сессии IGF. Речь идет о том, чтобы использовать NetMundial как платформу для представления и обсуждения предложений и идей, которые вносят вклад в проведение так называемого NetMundial. На многосторонней основе с участием многих заинтересованных сторон была принята соответствующая декларация в апреле 2014 года. Второй момент. Нужно обеспечить соблюдение тех положений, которые были согласованы в этой декларации в плане представления предложения. Но с другой стороны, это третий момент, нужно учитывать различные предложения, которые существуют в этом отношении для рассмотрения тем, связанных с интернетом, учитывая разные функции и роль различных субъектов. Четвертый момент. Инициатива NetMundial не направлена на то, чтобы заменить существующие процессы IGF или любые другие форумы, которые, например, занимаются вопросами кибербезопасности, сотрудничества и так далее. Рабочие группы, пространство для дискуссий, которые могут быть созданы в рамках этой инициативы, не будут обладать обязательным характером в том, что касается обсуждаемых вопросов. Эти вопросы для принятия решения должны быть должным образом передаваться в уполномоченные органы. Шестой момент. Мы не должны дублировать IGF. IGF остается основным координирующим органом, созданным в рамках реализации тунисской повестки дня. Те моменты, которые прорабатываются на NetMundial, должны учитываться на IGF и могут передаваться на рассмотрение IGF в любой момент. Речь идет о том, чтобы рассматривать с привлечением большого числа участников любые вопросы, которые могут способствовать укреплению деятельности IGF. Любые вопросы или предлагаемые решения по вопросам, например, кибербезопасности должны доводиться до сведений национальных правительств или передаваться на рассмотрение соответствующих межправительственных структур. В декларации, которая была принята, записано, что целый ряд вопросов может решаться только на национальном уровне с соблюдением принципов суверенитета. В то же время, даже в этом конкретном случае, все равно полезно проводить дискуссии в рамках форума. Восьмое. Отбирая членов, которые будут входить в руководящий комитет, в переходном комитете будет использоваться принцип консенсуса в взаимодействии с любыми организациями. Совет по координации руководящий Совета НЭТ Мондиаля будет работать в Тестном Совете, САЙКЭН и другими организациями. Начиная со второго срока, каждый член этого комитета должен будет пройти через процедуру открытого согласования. Авторы эти предложения учитывают критику, которая возникла со стороны членов интернет-сообщества. Были сделаны уже несколько изменений в первоначальные проекты. Это делается для того, чтобы эта инициатива была структурирована таким образом, чтобы обеспечить широкое участие с самого начала. Мы будем основываться на конкретных предложениях, которые будут рассматриваться в рамках рабочей группы и на других дискуссионных форумах. Инициатива Нет Мондиаля таким образом призвана быть мостом, средством, объединяющим различных специалистов в этой области. Авторы этой инициативы не могут сами разрабатывать эти предложения. Когда будет создан координационный совет, он будет выступать в качестве фасилитатора, не более того. Спасибо, Флавио. Итак, у нас было две презентации от инициаторов идеи. И теперь я хотел бы сейчас открыть прение. Но я жду вопросов, а не комментариев. Итак, Нора, я дам ей слово. То есть есть вопросы Флоре или Флаве у вас? Задавайте их. Есть ли вопросы? Мой вопрос, Нора, то есть не будет постоянных членов в совете. И вопрос, который был задан МКГ, ИГФ, тоже уже не рассматривается. Прав ли я? Правильно ли я понял? Спасибо, Янис. Да, МКГ получил предложение участвовать. И, конечно же, участие в ИГФ в Мондиале является очень важным. Но тот факт, что не будет постоянных членов, это не означает, что приглашение не является актуальным. Наоборот, я думаю, что МКГ до сих пор осматривает возможность участия в совете по координации. Мы убрали слово «постоянный», потому что мы получили реакцию сообщества. И, как Флаве уже говорил, все члены должны будут пройти через один и тот же процесс для того, чтобы обеспечить свое членство. Спасибо. Предложенные механизмы работы с совета есть на веб-сайте с очень большой вероятностью. И Нидерланды просят слово для того, чтобы задать вопрос. Спасибо, господин председатель. Мне необходимо уточнение. Мы знаем, что группа экспертов начала свою работу и потом закончила ее в Дубае. и Всемирные экономические форумы организовала это мероприятие. Потом комиссия продолжила работу. Она была запущена во время Всемирного комического форума. Есть ли какая-то связь между этой инициативой и работой комиссии Билд? Есть ли какие-либо вопросы? Мой вопрос, Флавио. Речь идет о том, что на этом Мондиаль будет руководствоваться рекомендацией группы заинтересованных сторон. А кто будет принимать окончательное решение, если вы будете руководствоваться в своей работе рекомендациями заинтересованных сторон? Спасибо. Мэрилин. Благодарю вас. Меня зовут Мэрилин Кейт. Мой вопрос. И Нори, и Флавио. Понимая во внимание комментарии, которые и дальше звучат в отношении того, что мы должны не соревноваться с IGF, а поддерживать IGF. Поэтому мне лично понятно, что поскольку ресурсы у нас ограничены, финансовые ресурсы, временные ресурсы, людские ресурсы и так далее, я бы хотела услышать больше о том, как эта инициатива будет делать вклад в поддержку финансового вклада в работу IGF. IGF находится на очень важной стадии. Я была членом рабочей группы CSTD и также в рабочей группе CSTD по укреплению сотрудничества, и активно участвовала в ICANN и на других форумах. И я хорошо знаю о необходимости обеспечения значительных объемов финансовых ресурсов для того, чтобы заручиться поддержкой и участием заинтересованных сторон, особенно из развивающихся стран. Я сейчас слышу, что эта инициатива является дополнительной. Я хочу знать о реальном финансовом вкладе, направленном на укрепление IGF. Теперь вопрос от дистанционного участника, а потом дам возможность Нори Флавию ответить. Итак, я зачитаю. Это вопрос от Суби. Нет, Мундиаль – это подход снизу кверх. Заинтересованные стороны добровольно решили обсуждать будущее интернета. В рамках инициативы мы должны придерживаться определенных принципов и продвигать их. Суби, я вот не вижу, в чем у вас вопрос здесь. Не совсем понятно, говорит Вирджиния. Нора, вы могли бы ответить на заданные вопросы? Да, конечно. Спасибо за вопросы. Итак, первое. Взаимосвязь между комиссией Билд и инициативой НЕТ Мундиаль. Мне кажется, что оба этих субъекта были созданы для разных инициатив. НЕТ Мундиаль должна учитывать всю работу по управлению интернетом. Мы будем проводить постоянную координацию с комиссией Билд в отношении комментариев Маррелин и о планах поддержать IGF со стороны инициативы НЕТ Мундиаль. Инициатива НЕТ Мундиаль привержена IGF. То есть, в этом нет никаких сомнений. Какова будет поддержка IGF? Это будет решать координационный совет. Совет будет представительным, географическую представленность обеспечивать, и они будут обсуждать детали и будут обсуждать возможности поддержки IGF. Я думаю, что как только будут проведены консультации, на этот вопрос будет обращено внимание. Спасибо, Нора. Флавио, вы бы хотели сейчас ответить? Или... Ну, давайте подождем, наверное, дискуссии. Фатима, у вас вопрос. Спасибо. Да, спасибо, господин председатель. Мой вопрос Норе. Айкан корпорация проведет консультации с сообществом Айкан по поводу участия в инициативе НЕТ Мундиаль. Спасибо. Есть ли еще вопросы? Суби, нет, это не было вопросом. Я представляю... Представитель IPC попросила меня. Будучи членом комиссии Билд, я могу сказать, что эта комиссия независима от инициативы НЕТ Мундиаль и от других платформ. Она осуществляет исследование вопросов фрагментации интернета и надлежащего руководства. И мы опубликуем отчет об нашей деятельности в ходе 2015 года. Спасибо. Анна, пожалуйста. Я хотела бы поблагодарить обоих ораторов за их попытку объяснить, что такое инициатива НЕТ Мундиаль. К сожалению, я не все поняла, но, наверное, это моя ошибка, говорит оратор. Я пытаюсь понять, как это будет включаться в экосистему и какова добавленная стоимость этой инициативы. Я опасаюсь, что сегодня вот у нас есть этот совет, а завтра у нас будет очень сложная структура управления вот этой инициативы НЕТ Мундиаль. Потому что мы знаем, что такое Всемирный экономический форум, и мы знаем, что ICANN проходит через переходный процесс. И это будет частью экосистемы. Мэрилин сказала, что у нас нет достаточного количества ресурсов. И вот мой вопрос следующий. Извините, если я слишком наивна. Можем ли мы обсудить это на IGF 2015 года на основной сессии? И вот там мы могли бы поразмыслить над тем, как включить или добавить это в экосистему чтобы интегрировать надлежащим образом. То есть, другими словами, вопрос следующий. Каким образом инициатива НЕТ Мундиаль будет делать вклад в существующие механизмы? Еще один вопрос о дистанционном участии. Это вопрос, который формулировала Суби. Она спрашивает Флавио. Как мы будем развивать консенсус заинтересованных сторон, если мы должны придерживаться определенных принципов? Такое впечатление, что мы ставим лошадь позади телеги. Флавио. У вас будет время поразмыслить. А теперь мы вернемся к Норе. Нора, ответьте, пожалуйста, на вопрос. На вопрос с Фатимой в отношении консультации с Айкан. Айкан это лишь один из организаторов инициативы от Мундиаль. И мы хотим обновить наше сообщество на ближайшем заседании в Сингапуре, но мы не будем проводить общественные консультации. Еще один важный момент. В четверг, в ближайший четверг будет открытый призыв сообществу это сессия ответа вопроса, где будут представлены три организации и вы сможете задать любые вопросы и получить более детальную информацию от переходного комитета. И вот все детали есть на веб-сайте NetMundial. как же соотносится NetMundial с экосистемой? Это лишь инициатива, которая дополняет существующие усилия. Она не будет заменять собой какие-либо инициативы, не будет занимать чье-либо место. Это способ дополнения существующих инициатив. Мы понимаем обеспокоенность связана с ограниченными ресурсами. Но вот эта инициатива приводит новых игроков с собой. И участие Всемирного экономического форума это очень важный момент. И связь между NetMundial и ВЭФ и вот этой инициативой будет содействовать тому, чтобы привлечь новых участников. Спасибо, Нора. Останьтесь, пожалуйста, с нами, если вы можете. Если вам, конечно, нужно идти, мы благодарим вас заранее за вклад в наше обсуждение. Мы пойдем дальше, заслушаем другие презентации и вернемся еще к вам может быть после других презентаций. Флавия. Я отвечу на вопрос Джинджи. Выбор места в координационном совете и участие гражданского общества. Вот переходом в комитете представители, там будут представители с каждой группой и они будут работать вместе с координационной группой по гражданскому обществу для того, чтобы составить перечень имен и будет консенсус, то есть переходный комитет не будет навязывать какие-то кандидатуры. есть веб-сайт, где кандидаты сами могут себя выдвинуть или они могут быть назначены какими-либо организациями. И вот из этого пула имен назначенные CCG может представить выдвинуть кандидатуру с учетом регионального разнообразия и вместе с переходным советом они будут принимать решение. То есть сам совет не будет решать. Чтобы ответить СУБИ я могу сказать, что да, НЕТМУНДИАЛ это подход снизу вверх. И один из результатов мероприятия в Сан-Паул это декларация, которая была одобрена участниками из всех заинтересованных сторон. Это был настоящий консенсус. И только если сообщество примет другое решение и захочет снова открыть дискуссию по принципам управления интернета, которые были предложены и приняты консенсусом Сан-Пауло, мы не видим каких-либо причин снова открывать обсуждения на данном этапе. Конечно же есть много разных процессов и форумов по обсуждению управления интернетом, а основной из них IGF. Если IGF на следующем заседании в Бразилии примет решение в отношении какой-либо рекомендации, если динамическая коалиция или еще кто-нибудь предложит нести поправки в принципы предложенные в Сан-Пауло, конечно это может состояться, но пока я хочу сказать, что принципы были согласованы со всеми сегментами сообщества. Нам кажется, что это хорошая отправная точка для того, чтобы принимать предложения в рамках этой инициативы. И они должны соответствовать тем принципам, которые были разработаны в Сан-Пауло. Есть еще желающие выступить, но я дал возможность задать вопросы только потому, что Нора была здесь с нами дистанционно. Я не хотела ее держать на связи все время. Давайте мы сейчас заслушаем другие презентации, а потом я вижу здесь вопросы от Cisco и ICC и мы потом заслушаем ваши вопросы. Хорошо? После презентации. Давайте перейдем к следующей презентации. это комиссия по вопросам науки и технологии ВОО плюс 10 обзорный процесс представитель Юнгтада будет делать презентацию. Пожалуйста, вам слово. Спасибо большое, Янис. Очень приятно быть здесь для того, чтобы представить ССТД и Юнгтад. Вы знаете, я бывший член МКГ и я очень рада видеть здесь знакомые лица. Я начну с того, чтобы сделать быстрый обзор резолюции КАСОС, которая поручила осуществить обзор в УИО и секретариат приложил усилия для того, чтобы собрать вклады от всех заинтересованных сторон в целях проведения обзора. Я немного расскажу о проекте отчета 10-летнего периода. секретариат уже предоставил этот отчет на рассмотрение ССТД. И, наконец, я расскажу вам о последующих шагах в рамках обзорного процесса и о той дискуссии, которая прошла на прошлой неделе на межсессионной группе экспертов ССТД. Следующий слайд, пожалуйста. Вот. Начиная с мандата в 2013 году и в этом году ЭКОСОС попросил ССТД сделать вклад в последующие шаги, связанные с ВОИО. И было три поручения комиссии. Первое, собирать вклады от государств-членов и всех заинтересованных сторон в целях проведения обзорного процесса. Во-вторых, организовать дискуссию по отчету обзорного процесса за 10 лет в 2015 году. И вот эта дискуссия пройдет на 18-й сессии комиссии с 4-го по 8-е мая 2015 года. И третья задача это отчитаться через совет перед Генеральной Ассамблеей по мере того, как она будет осуществлять обзор осуществления результатов Всемирного саммита в 2015 году. Следующий слайд. Я кратко объясню, что уже проделал секретаря для того, чтобы помочь комиссии осуществить эти задачи. Итак, до октября 2014 года мы призвали все заинтересованные стороны поделиться мнениями, опытом по осуществлению результата в УИО. Я хочу поблагодарить всех тех, кто внес свой вклад. Мы получили 96 вкладов. Это очень хороший результат. и вы можете ознакомиться с этими вкладами на веб-сайте CSTD. Там представлены все вклады, кроме тех, которые не захотели эти стороны разместить. Итак, были проведены семь очных консультаций в разных регионах мира. Две консультации прошли во время заседания IGF в Стамбуле. Одна консультация была предварительное мероприятие для латиноамериканского региона. Второе мероприятие было открыто для участников. Я благодарю секретариат IGF за то, что они сотрудничали с нами в рамках этого обзора. Конечно же, мы должны учитывать все связанные результаты и вклады. Например, мероприятие высокого уровня в УИО плюс 10, обзорное заседание ЮНЕСКО в УИО плюс 10 и партнерство по измерению КТ в целях развития и другие документы и результаты. То есть, вот эти все документы, вклады, принимало внимание секретариат. И я надеюсь, что все это будет использовано во время обзорного процесса в 2015 году. Следующий слайд, пожалуйста. Информацию, которую мы собрали и в ходе открытых консультаций, и в ходе анализа литературы и документов, помогло нам создать проект отчета. Цель этого документа это дать всеобъемлющее резюме вот той информации, связанной с результатами, и информацию о развитии информационного общества с момента проведения встречи на высоком уровне. Проект этого отчета есть на сайте СИСТИДИ. Он обсуждался на межсессионной группе экспертов СИСТИДИ. Я только что ссылалась на это мероприятие. Это проект документа. Мы подготовим вскоре исполнительное резюме, и потом мы планируем до 18-й сессии представить заключительную версию. Я хочу сделать акцент на том, что это обзорный отчет, подготовленный секретариатом. Вот структура отчета. Есть 8 разделов и приложения по многостороннему осуществлению. Следующий слайд, пожалуйста. Итак, вот ключевые моменты, которые выделяются в отчете. Здесь речь идет о важных изменениях, которые произошли в области ЭКТ с момента проведения в УИО. и здесь речь идет именно об изменениях, связанных с ЭКТ интернетом. Речь идет о роли информационного общества сегодня и о технологическом прогрессе. Важно для международных программ области политики по осуществлению результатов понимать текущий контекст возможностей и трудностей. Поэтому мы решили выделить целую главу на эти перемены в обзорном отчете. Следующий слайд. Здесь перечислены достижения в секторе ИКТ с 2005 года и по сегодняшний день. Я не буду вдаваться в детали. В отчете более детальная информация представлена. Следующий слайд. достижения в области осуществления принципов ВУИО. Я наверное выделю два важных момента. Первое это многостороннее сотрудничество. И действительно это стало ключевой частью развития ИКТ. И вы знаете что в заключительном документе ВУИО есть рекомендации по применению вот такого многостороннего подхода. И в линии действий тоже речь идет об этом. То есть многостороннее сотрудничество является очень важным ключевым моментом. И последнее в моей презентации. Отчет обсуждает ИГФ как одно из основных достижений в рамках осуществления принципа ВУИО. И можно сделать этот вывод на основе тех вкладов которые мы получили от заинтересованных сторон. Отчет говорит о мандате ИГФ перечисляет заседание ИГФ и принимает к сведению достижения заседания ИГФ и делает рекомендации по усовершенствованию. ЮНДеза в своем документе говорил о том что ИГФ уже стала зрелым форумом и обсуждает сложные вопросы которые раньше казались очень деликатными например критически важные интернет ресурсы и права человека. Мы отметили эти вклады в отчете и отметили также тот факт что есть и критика в отношении ИГФ но критических замечаний таких достаточно мало они в меньшинстве основной вывод что ИГФ стал очень важным мероприятием в календаре каждого представителя интернет сообщества следующий слайд пожалуйста отчет отчет определил основные вызовы в области осуществления но я хочу указать на вызов о котором говорила Дорин мы пытаемся до сих пор понять каким образом включить вопросы ИКТ в повестку дня в области развития вопросы развития и мы понимаем что в будущем это станет еще более актуальным многие высказывают обеспокоенность в отношении того что нужно уделять больше внимания информационному обществу в контексте повестки дня области развития и на прошлой неделе комиссия всесторонне обсуждала этот вопрос как можно включить вопрос ИКТ в повестку дня в области развития повестку дня устойчивого развития особенно в контексте разработки такой программы на период после 2015 года пожалуйста следующий слайд мы также включили несколько предложений которые логически вытекают из тех предложений вкладов которые мы получили необходимость определения конкретных показателей задач улучшения предоставления данных улучшения качества анализа сделать так чтобы линии действия включали новые все те перемены которые произошли в ИКТ а также включали гендерный аспект кроме того результаты в УИО должны быть лучше включены в рамки оказания помощи которая существует в УИОН кроме того укреплять работы УИОН ГИАС нужно возобновить уделение внимания финансовым механизмам нужно находить консенсус в отношении будущего управления интернетом может быть это слишком большое проявление оптимизма ставить такую цель но тем не менее кроме того мы анализируем целый ряд доказательств которые логически вытекают из тех результатов которых достигли заинтересованные стороны и вот здесь мы перечисляем предложения которые бы мы хотели чтобы комиссия рассмотрела на своей ежегодной сессии следующий слайд как я уже говорила на группе экспертов на прошлой неделе мы целый день обсуждали обзорный процесс вот истекших 10 лет это было в пятницу нам были представлены две стадии встречи в верхах спасибо Яне что вы были с нами в этот день у нас была очень живая дискуссия в отношении проекта отчета и вообще обсуждения обзорного процесса у секретариата было ощущение что в общем все удовлетворены содержанием обзорного отчета даже если были сделаны комментарии в отношении внесения поправок и были высказаны предложения сделать отчет более сбалансированным речь идет особенно о главе касающейся укрепления сотрудничества мы знали что эта глава будет больше всего обсуждаться сейчас был установлен период в две недели для представления письменных комментариев поэтому если у вас есть такие комментарии по проекту данного обзорного доклада то пожалуйста вы можете ознакомиться с этим докладом он фигурирует на сайте и вы можете по вот этому адресу который сейчас на экране показан направить свои замечания последнее на комиссии обсуждалась дальнейшая процедура работы с текстом доклада секретариат после этого двухлетнего двухнедельного периода сбора замечаний завершит работу с тем чтобы представить этот доклад на июльскую сессию ЭКСС на самом деле мы завершим работу в середине января чтобы соблюсти все требования позволяющие выносить этот документ на рассмотрение летней сессии ЭКССССР и соответственно через ЭКСССР все эти материалы пойдут на Генассамблею это будет важным вкладом со стороны комиссии по науке и технике в целом развития в дело проведения этого обзора в декабре 2015 года должно быть принято окончательное решение в этом отношении на Генассамблее я со своей стороны готов ответить на любые вопросы которые возможно возникли в связи с моей презентацией большое спасибо спасибо мэрия за эту презентацию я думаю мы выслушаем все презентации а потом перейдем к работе в режиме вопрос ответ следующий оратор питер мэйджер специальный советник постоянного представительства в венгрии при ООН он расскажет о результатах работы своей рабочей группы спасибо Янис очень приятно вновь оказаться в здании МСФ в конце концов я здесь работал 23 года я являюсь председателем рабочей группы по расширенному сотрудничеству многие из вас вообще просто не знают что такое расширенное сотрудничество я думаю что лучше вас никто это не объяснит вот такой термин возник в тунисской повестке дня Янис знает это наизусть и большинство из вас знают этот термин и документ соответственно обычно коллеги выучили этот текст или пользуются специальной брошюрой и вот в пункте 69 написано мы признаем необходимый расширенного сотрудничества в будущем для того чтобы дать правительству на равной основе осуществлять свою ответственность и функции в деле реализации государственной политики по вопросам интернета но не в решении повседневно технических и оперативных вопросов генсек тут тут были определенные сомнения колебания очень любопытные консультации в рамках комиссии ООН по науке и целях в целях развития в общем к концу 12-го года генассамблея предложила создать рабочую группу по расширенному сотрудничеству для рассмотрения мандата в этом отношении с привлечением всех заинтересованных сторон с тем чтобы определить всем как полной мере реализовать этот мандат на 17-й сессии эта группа должна была представить свой отчет ну обычные ООНовские формулировки были использованы это рабочая группа где участвуют представители многих заинтересованных сторон в консультации с соответствующими заинтересованными группами были определены члены этой рабочей группы во время дискуссии уже звучала эта идея вот эта рабочая группа включает в себя 46 членов 22 государства члена и 22 представителя других сообществ мы стараемся использовать такой подход основанный на привлечении множества заинтересованных сторон мы обеспечивали очное или заочное участие в нашей работе было проведено 4 очных встречи на первом совещании мы составили вопросника собственно с этого начинается работа мы спрашиваем заинтересованные стороны об их мнении в данном случае речь шла об этом расширенном сотрудничестве было включено вопросник 18 вопросов мы получили достаточно много ответов это порядка 70 но и эти ответы были достаточно такими объемными поскольку вопросов все-таки было 18 мы постарались это как-то объединить но если бы все просто объединить то получится документ в тысячу страниц я понимаю что вы бы с удовольствием начали бы сидеть и читать документ толщиной в одну тысячу страниц но мы не уверены в том что это самый эффективный документ поэтому мы поработали постарались основные идеи отразить в 25 страничном документе с которым уже можно что-то делать после второй встречи было решено на основе вот этого сокращенного документа отразить основные моменты на веб-сайте поэтому вы можете с этим материалом ознакомиться они вывешены на сайте было пять категорий ответов первое и самое важное это роль и функция различных заинтересованных сторон в ходе встречи совещаний выяснилось что вот корневой вопрос не корневой в интернетовском смысле это выявление четкое определение существующих механизмов глобальных региональных на всех уровнях на основе полученных ответов мы смогли у нас в рабочей группе создать группу по переписке в которой вошли три добровольца неоконспар который является членом МКГ который занялся этими вопросами было выделено 483 вопроса потом количество этих вопросов было уменьшено на счет группировка до чуть более 200 все это как обычно приобрело так очень политическую окраску мнения были весьма разное поэтому возник вопрос о том что нужен какой-то орган или не нужен такой орган большинство участников дискуссии сказали что такого органа не надо достаточных структур которые уже есть и было принято решение применить вот такой многосторонний подход в конце концов результат был получен как в анекдоте который можно оценивать как стакан наполовину полный или стакан наполовину пустой мнения высказывались разные хотелось бы чтобы у нас был стабильный и не фрагментированный интернет обеспечивающий необходимый уровень безопасности и нужно подумать о том что как и кто должен делать в этом отношении с тем чтобы обеспечить сохранение и стабильности и гибкости при том чтобы это было реализуемо то есть у нас были очень интересные материалы получены ценные документы мы свою работу завершить не смогли у нас был год для того чтобы над этим работать этот год нужно сравнивать с восьмилетним периодом который предшествовал созданию нашей структуры упоминалась резолюция Экосос я знаю что вы все любите сокращения Экосос означает экономический и социальный совет ООН так вот Экосос со своей резолюцией просит продолжить эту работу по сбору составлению вот этой информации и соответственно обратился с просьбой к комиссии по науке и технике о целях развития эту работу продолжить секретариат создала группу по обзору и оценке с участием коллег и приступил к этой работе как мне кажется в результате был подготовлен очень хороший доклад который вывершен на веб-сайте комиссии по науке и технике в целях развития CSTD я не буду технические детали излагать но это такая электронная таблица где вы можете ознакомиться со всеми этими информациями на прошлой неделе состоялась встреча где мы рассмотрели результаты нашей работы в принципе прозвучали очень позитивные оцетки этого материала хотя были высказаны определенные критические замечания предложения по его совершенствованию я прошу вас ознакомиться с этим есть сейчас один месяц для того чтобы представлять замечания тем чтобы вы могли поделиться своими аргументами по этой проблеме так называемого расширенного сотрудничества вы можете ваши вклады представлять через юнгтадовский адрес WGC и дальше потом собака юнгтад.org моя коллега из юнгтада уже давала этот адрес работа была многообещающая перспективная как я понимаю на майской сессии комиссии ООН по науке и технике и психологии развития этот момент будет обсужден еще раз я думаю что в конечном итоге через ЭКОСОС это пойдет на ген ассамбле это будет одним из материалов который будет взят за основу при проведении указанного обзора Большое спасибо Питер за вашу презентацию Вы говорили что вопрос заключался в том чтобы как-то въедино свести все эти вопросы связанные с управлением интернета это значительной степени работы такого редакционного характера часть работы была проделана с рабочей группой совета МСС часть которая занималась вопросами информационного совета но мы надеемся что эта работа в конечном итоге позволит обеспечить лучшее понимание и консенсус в отношении использования термина государственная политика по вопросам интернета большое спасибо коллегам которые выступили с их предложением вы плюс день будет рассматриваться на ген ассамблеи госпожа армстронг из департамента по социально-экономическим вопросам секретариата ООН рассказать о том что делается в этом плане госпожа армстронг вам слово большое спасибо мне очень приятно присутствовать на этом мероприятии хотела бы поприветствовать всех новых членов от имени заместителя генсека и помощника генсека господина Ву и господина Томаса Гасса мы в ЮНД на постоянной основе следим за тем что делается в Айдеев мы очень удовлетворены работой нынешнего председателя Яниса то есть в какой-то степени моя работа уже была выполнена в значительной степени поэтому не буду перегружать вас какими-то деталями хотел бы сказать что любой обзор поновской традиции предусматривает какой-то процесс и собственно вопрос сути поэтому хотелось сделать несколько замечаний по процедуре или процессу а потом скорее задать несколько вопросов по сути что касается этого процесса был разработан соответствующий порядок в резолюции которая была принята в июле этого года на генассамблее ООН там на самом деле детали это прописано особо не были было сказано что в декабре на генассамблее будет проведено совещание высокого уровня было также сказано что должны предварительно состояться консультации с участием большого числа заинтересованных сторон и сейчас во втором комитете рассматривается вопрос что есть надежда на то что будет подготовлен на межправительственном уровне какой-то итоговый документ так вот по процессу если посмотреть на эту пищевую цепочку которая характерна для любого межправительственного процесса то сначала вот коллега из юнгтада рассказала о том как осуществляются процессы в соответствии с поручением сформулированным на комиссии ООН по науке этих целых развития затем это будет представлено июльскую сессию в Экососа и проводится плюс процесс обзора в МСС и в ЮНЕСКО как вы видите этот обзор идет так сказать по нескольким направлениям все это предполагает значательную работу которая проводится под эгидой двух председателей Генассамблеи в июне 15 года будут назначены эти два фасилитатора затем в сентябре начнется новая как бы страница которая должна будет все это завершить я сейчас проверю свои записи чтобы убедиться что ничего не прозевало мы на прошлой неделе обратились коллегам которые занимаются подготовкой этого мероприятия и попросили их можно ли установить дату они сказали что сейчас это пока рано поскольку не определяна целиком и полностью программа работы Генассамблеи на следующую осень в июне 15 года уже будет назначение которое должно ставиться на уровне PGA ну вот теперь вот представим себе что тебя на дворе сентября 15 года это по сути много говорится о ЦУР Дарина об этом говорила насколько часто упоминается ИКТ применительно к различным ЦУР мы можем только предполагать на основе того что уже есть в нынешнем докладе генсека который пойдет на ЭКСОС то есть тут как бы два направления нужно определиться с ролью в его вот этого обзорного процесса ИКТ без этого ЦУР окончательно утрясти нельзя и наоборот нужно чтобы вот они каким-то образом из этого туннеля выскочили теперь возвращаясь к вопросу существа есть целый ряд вопросов которые можно объединить в какие-то группы управления интернетом а это часть всей тематики которая занимается ВУИО поэтому нужно думать что такое информационное общество и как это соотносится с вопросом управления интернетом как это соотносится с вопросом о роли вот этих различных заинтересованных сторон здесь нужно прояснить саму концепцию видения и мы надеемся что в конце обзорного периода мы должны помнить какова главная цель этого обзорного процесса были установлены цели были проведены два этапа саммита которые позволили определить для международного сообщества основные цели в этом области как обстоит дело с выполнением этих целей и есть центральное звено всей этой работы большое спасибо большое спасибо за данную презентацию тут правда получается у нас больше вопросов чем ответов каков будет порядок проведения переговоров это видимо где-то определено двумя софасилитаторами которые будут назначены кто будет обслуживать этот процесс скорее всего это будет ЮНДЗа вы в этом плане как бы лучше всего подходите в Нью-Йорке для выполнения этой работы и любой так сказать женевской организации в этом плане было бы с вами соперничать достаточно тяжело то есть тут у нас еще много вопросов как бы то ни было спасибо за презентацию но так или иначе прямо или косвенно все это вписывается в подготовительный процесс в преддверии бразильской сессии IGF я обещал что сначала мы заслушаем вопросы верат ICC BASIS верата нет поэтому ICC BASIS потом CHERL спасибо у меня вопрос связан с той дискуссией которая состоялась применительно к инициативе NetMondial ICC BASIS представила очень длинный подробный список вопросов относительно и переходного совета и так далее таким образом нам очень приятно было услышать различные комментарии было сказано что эта инициатива открыта для любых нововведений изменений что можно обеспечить участие со стороны всех заинтересованных сторон поэтому возникает вопрос как будет обстоять дело с получением ответов на все эти конкретные вопросы которые фигурируют в нашем списке вопросов давайте мы выслушаем сначала все вопросы а потом попросим всех докладчиков отреагировать на все эти вопросы Верат спасибо господин председатель мы хотели бы поблагодарить всех докладчиков за их информацию управление интернетом нужно рассматривать в увязке с очень многими моментами вот эти увязки как раз здесь были обозначены как важные моменты но тут есть своего рода вопросы порогового свойства для заинтересованных сторон это своего рода предварительное условия для того чтобы иметь возможность войти в совет по координации хорошо было бы получить конкретные вопросы через ICS basis бизнес сообщества задало целый ряд конкретных вопросов тут это вопрос и процедурного характера и юридического характера с этим нужно разобраться поскольку те формулировки которые сейчас сфигурируют материалы в крышном веб-сайте остаются не совсем понятными и хотя принципы стали результатом замечательного процесса особенно учитывая признание которое они получили от АДЖФ есть заинтересованные стороны которые могут принять полностью эти принципы или частично а некоторые могут вообще их не принять есть такая вероятность но если будут существовать вот такие предварительные условия даже если мы назовем процесс открытым будут все равно заинтересованные стороны включая например правительство не смогут присоединиться к этой дискуссии будут такие потому что они не смогут полностью поддержать все что там будет обсуждаться различия между необязательным консенсусом и широко принятыми принципами это разные вещи как же начать здесь процесс с самого начала нужно принять тот факт что многие заинтересованные стороны не смогут принять принципы несмотря на то что они их присутствие будет необходимо для того чтобы инициатива была успешной шерилл спасибо большое и еще раз благодарю всех экспертов это была это были презентации по сути очень информативные мой вопрос по поводу презентации нет mondial веризон не участвовал в нет mondial нам показалось что это была замечательная конференция с замечательными результатами тем не менее я бы хотела внести ясность в несколько вопросов которые я услышала в презентации я отметила что было обсуждение инициативы в по области управления интернетом есть инициатива net mondial это отдельные инициативы или это одна и та же инициатива с тем чтобы мы понимали о чем речь идет и во вторых я слышала что в отношении того что принципы могут измениться в будущем из-за процесса связанного например с динамичными коалициями и если такое произойдет как отдельные организации или лица которые поддержали принципы в том виде в котором они были представлены будут дальше действовать будут ли они снова принимать новые принципы измененные или они будут какой-то процесс проводить в общем как это будет происходить третье был интересный комментарий в отношении ресурсов IGF 2015 год это очень важный год и на заседании доноров была интересная дискуссия в отношении ограничений финансовых ограничений я не уверена в отношении вот места IGF это вот общее место или это место МКГ вот это нужно пояснить в отношении форумов наилучшие практики мы я не знаю мы уже поняли роль представителя МКГ и секретариата чтобы не осуществлять большое давление на ресурсы в отношении процесса CSTD мы делаем все возможное для того чтобы участвовать на большем количестве заседаний но иногда из-за ограничения в ресурсах мы не можем участвовать и мы участвуем только дистанционно на заседаниях CSTD дистанционное участие прошло достаточно легко и плавно я надеюсь что в дальнейшем мы дальше будем укреплять потенциал дистанционного участия особенно по мере того как наше заседание будет становиться все более важным и особенно когда мы будем добавлять какие-то нововведения и надо помнить что у разных субъектов участников разный уровень ресурсов есть пожалуйста Cisco Systems Спасибо вам господин председатель я бы хотел поблагодарить тех кто представил презентацию они дали нам новую информацию в области деятельности связанной с управлением интернетом на уровне ООН я может быть представлю скорее запрос чем вопрос может быть в июне когда состоится заседание МКГ или в мае у нас будет новая информация по обзорному процессу вот тогда у нас будет больше информации вопрос по графику подготовки к заседанию в Бразилии мы будем обсуждать завтра и послезавтра то есть тогда мы примем решение в отношении заседания МКГ в мае или июнь то есть когда будет возможность мы будем всегда давать информацию по обзорному процессу два участника которые дистанционно скажут свои комментарии перед тем как Нора покинулась она оставила записку что в четверг она еще раз позвонит чтобы задать вопросы по инициативе на этом деле в 5 часов в общем европейском времени теперь от нее вопрос спасибо тем кто представил презентацию замечательное резюме я говорю от имени тех кто не присутствует и отлично мы приветствуем все новые инициативы мы надеемся что все эти инициативы будут процветать но важно следить за этими инициативами может быть мы бы хотели чтобы юндеза через айджиев интегрировала глобальные события инициативы может быть составить такую карту и может быть юндеза может разъяснить особенно в рамках в рамках нашего мандата что мы можем еще как мкг сделать для эйджиев ведь часы тикают у нас остался всего один год вот мэрилин я думаю может у нее есть карта по поводу вот этих совещаний то есть мэрилин вам все направит и зуми вам слово у меня вопрос я не буду говорить о том что было представлено могу ли я сделать это сейчас то есть другой вопрос продолжайте у нас свободно текущее обсуждение многие из вас наверное слышали выражение интернет конференция она была организована с 19 по 21 по 21 ноября в Шанхае я получил приглашение от организационного комитета меня впечатлила эта конференция мне кажется совсем мало людей из присутствующих посетили эту конференцию но это демонстрировало волю правительства Китая стать давосом в области проведения интернет конференции было очень много лидеров особенно со стороны деловых кругов например основатель основатель компании Али Баба который сейчас является самым богатым человеком в Китае то есть это как звезда рок-н-ролла очень много представителей США присутствовало исполнительный директор Айкен это тоже большое имя четыре самых богатых интернет компаний в Китае присутствовали там World GSM ассоциация его председатель China Telecom мне кажется Пабло может поддержать меня в этой оценке но у меня смешанные чувства в отношении конференции конечно она имеет последствия для дискуссии которую мы ведем независимо от того положительные последствия или нет но воля китайского правительства была выражена через то что приехал заместитель премьер-министра и он выступал с обращением и первый секретарь тоже приехал он не был на месте но все очень важные лица были приглашены на разговор с ним было около 600 репортеров а участников было тысячу то есть 600 журналистов на тысячу участников то есть они были очень заинтересованы в освещении этого события структура совещания тоже было очень интересной они комбинировали бизнес аспекты интернета с политическими мерами с вопросами обеспечения безопасности были аспекты управления был очень интересный форум по управлению интернетом был диалог высокого уровня по этой теме и так далее к сожалению веб-сайт на английском языке больше не работает он работал а теперь почему-то не работает но это мероприятие было освещено в СМИ достаточно широко рано утром в последний день мы получили конверт и там был проект декларации который был распространен между всеми участниками и нас спросили хотели бы мы внести какие-то поправки в этот текст тогда нужно было связаться с секретариатом то есть мы все ожидали что эту декларацию в конце на церемонии закрытия зачитают но этого не случилось я рассказала об этом нескольким членам МКГ но потом был прием и министр там был и он сказал что было очень много критики несогласия поэтому они не зачитывали декларацию и по крайней мере они проявили готовность к диалогу независимо от того какова позиция насколько она сайт носится с их позиции представители западных правительств там не появились но они направили представителей своих консульств конечно этот процесс не был по-настоящему многосторонним не было представителей гражданского общества не был процесс снизу вверх не было процесса такого но тем не менее это был совсем другой состав участников и был охвачен очень широкий круг вопросов и вот они объединили темы управления интернетом с другими аспектами это было очень интересно и я так понимаю что для китая интернет это настоящая движущая сила роста они очень серьезно к этому относятся и наконец был очень сильный акцент на мобильной связи мобильном интернете вот я хотел поделиться вот такими впечатлениями от этой конференции спасибо большое и зуми за эту информацию очень хорошо что Китай организовал такую конференцию и это действительно была конференция очень большого сообщества интернет сообщества в этой стране насколько я знаю есть очень много копий всемирного экономического форума вот этого ежегодного мероприятия в Давосе в разных регионах возможно действительно эта конференция станет таким Давосом в области интернета Мэрилин следующая в списке спасибо господин председатель меня зовут Мэрилин Кейт я хочу привлечь ваше внимание к тому что важно чтобы в субтитрах правильно появлялось ваше имя и ваши комментарии например там было написано 60 репортеров на тысячу а изумий сказал 600 на тысячу имена некоторых неправильно написаны мне кажется это очень важно особенно для дистанционных участников я хочу прежде всего дать краткий комментарий вследствие моих комментариях по инициативе по инициативе NetMundial мне кажется что у нас очень большой объем работы мы должны давать рекомендации по планированию нашего IGF 2015 года кроме того мы многостороннее сообщество знаем о необходимости достижения прогресса тех видов деятельности которые не всегда в наших руках мы должны достигать блестящих результатов в рамках той работы которая нам поручена слишком много времени если мы будем проводить много времени над дебатами может быть мы будем отвлекаться от более важных вопросов и мой комментарий связан со следующим с тем чтобы мы правильно выполняли свои обязанности мы должны вести межсессионную работу мы должны учитывать национальные региональные инициативы мы должны наверное напрямую общаться с ними конечно если это соответствует их представлению их структуре это огромный объем работы для нас и для председателя мкг и для секретариата теперь я хочу поблагодарить тех кто представлял нам информацию и мы вот многие из нас были и на полномочной конференции МСС и делали свой вклад в пересмотр резолюции ведется очень большая работа которую мы должны знать кроме того МСС заинтересован в участии в последующих шагах в связи с ВУИО я будущее членом рабочей группы по укреплению сотрудничества поддерживаю призыв к тому чтобы составлять такую карту наших встреч и заседаний до конца месяца есть возможность сделать вклад на эту тему есть целый ряд людей которые являются членами этой рабочей группы они представляют деловые круги гражданское общество я надеюсь что мы обсудим как эффективно это сделать и лео говорила о том что нам предстоит еще многому научиться и мы многое узнаем уже в июне и нам нужно очень многое делать параллельных вещей и надеюсь что все заинтересованные группы смогут работать с членами правительства которые работают в Нью-Йорке которые будут принимать решения нам нужно понять как мы можем сделать вклад в предоставление информации или может даже предоставление рекомендации в отношении того как наилучшим образом работать с заинтересованными сторонами и может быть можем предложить вот рассмотреть путь в будущее я говорила вот с предыдущим председателем и с Янисом нынешним председателем и Адана напомнила мне что в ее было направлено на то чтобы создать информационное общество для всех и IGF должен сделать вклад именно в это видение и мы будем заниматься этим три дня но это напомнило мне также о том что информационное общество касается не только доступа но и потенциала развития знаний и это касается и контента это очень важное напоминание я надеюсь что IGF сможет нести свою лепту не только в этом году но и в ближайшие годы в процесс создания вот этого интернет и информационного общества спасибо Мэрилин Дживан пожалуйста добрый день меня зовут Дживан для всех тех кто записывает и присоединяйте ранее я вообще поражаюсь что они могут так быстро писать вот эту всю информацию записывать и это облегчает работу тем кто дистанционно работает я представляю МИД Македонии я глава отделения общественных связей я дипломат я был в сентябре это была хаотическая ситуация это форум где очень много людей которые жужжат как пчелы занимаются многими вопросами это в общем-то как и в Нью-Йорке но это очень хороший момент для того чтобы привлечь внимание людей мы должны привлечь внимание к тому что мы делаем особенно учитывая тот факт что мандат будет обновляться через экосос и генеральную ассамбле как раз в преддверии ноябрьского заседания я говорил уже о стратегии коммуникации и нам нужно подумать вот о такой важной вехе мы должны рассказать о важности МКГ и Айджиев мы должны прославлять интернет мы должны представить важность Айджиев перед тем как наш мандат будет продолжен и он должен быть обновлен с учетом вот такого подхода есть несколько представителей правительства вот здесь в зале и нам следует подумать об организации мероприятий перед обсуждением в Нью-Йорке может быть под эгидой ЮНДС или может под эгидой Бразилии под руководством Бразилии или другой страны это должен быть достаточно высокий уровень может быть министерский уровень достаточно высокий чтобы привлечь внимание и представить это как сопутствующий фактор который будет содействовать вот этим новым целям на будущее и мы должны показать это всему миру спасибо Джейва небольшая ремарка если решение по обновлению мандата не будет принято с вторым комитетом в этом году я думаю что следующая возможность представится как раз после мероприятия связанного с обзорным процессом в УИО в декабре 2015 года я не думаю что Генеральная Ассамблея в сентябре и октябре 2015 года будет принимать какие-либо решения это автоматически перейдет на заседание высокого уровня Марк пожалуйста Соединенное Королевство спасибо господин председатель благодарю всем тем всех тех кто представил информацию это были очень интересные презентации информативные спасибо за представление всех инициатив и процессов за предоставление свежей и ценной информации и хорошо что они учитывали и временные ограничения и предоставили возможности для вклада я хотела сказать о нескольких моментах в отношении ССТД и их ключевых документов первый проект отчета нам кажется что это очень тщательно подготовленное изучение рекомендаций в УИО одно наблюдение которое недостаточно оценивать ситуацию в отношении региональных и национальных IGF есть пункт есть абзац который в отчете говорит об этом эта страница 148 или где-то рядом 148 страница мне кажется что в отчете не принимается во внимание то как вот эти образцы IGF были взяты на вооружение в регионах то есть вот эти образцы стали очень важными в экосистеме управления интернетом я хотел просто выделить это как один из важных аспектов развития последних десятилетий возникновения многостороннего форума это то что стоит учитывать когда мы говорим об актуальности отчета кроме того мы видим то что многие подходы многостороннего форума взяты на вооружение национальными правительствами например в Бразилии в Соединенном Королевстве есть многосторонние рабочие группы которые представляют деловые круги гражданское общество то есть это еще один аспект эмблементации который имеет большое значение и оказывает влияние на процессы связанные с управлением интернетом следующее вот это картирование политических мер это очень важное упражнение уже были в прошлом попытки это сделать мы высоко ценим ту работу которая была проделана те титанические усилия которые были приложены при составлении структуры документа и базы данных мы провели первоначальный обзор и сделали несколько комментариев и Питер говорил об этом и мне кажется что тут есть еще то есть сейчас как раз момент отреагировать и заполнить те пробелы которые наше правительство определило я хочу просто привлечь внимание всех участников к тому что этот документ является ключевым и вы должны обратить на него внимание именно сейчас потому что это будет важным вкладом в обзорный процесс в УЮ в дискуссию в отношении того нужно ли запускать еще один процесс в отношении укрепления сотрудничества и так далее мне кажется что это важный документ мы приветствуем эти усилия нам кажется что нужно дальше трудиться над этим чтобы завершить работу над структурной картой конечно же какие-то пробелы сохранятся и их нужно будет закрыть документы CSTD достаточно трудно найти их можно найти через веб-сайт Юнктат но очень много раз я пытался найти информацию об отчете рабочей группы CSTD и мне показалось что было очень трудно найти этот документ поэтому я бы рекомендовал в результате этого совещания составить такой дайджест ссылок чтобы все участники и заинтересованные стороны могли получить быстрый доступ к этим документам спасибо Марк и вы не единственный человек который отчаянно искали эту ссылку на документы это намек намек итак у нас остается полчаса есть еще лица которые хотят высказаться я хочу предоставить слово Пабло Роберту Амелии и также Айкен перед тем как я подведу черту и Патрик наверное будет последним в перечне хорошо вы будете последним и пожалуйста будьте лаконичными потому что мы должны еще дать возможность ответить на вопросы которые были подняты перед тем как мы закроем наше совещание Пабло вам слово меня зовут Пабло я выступаю здесь от АПНИК это регистровая структура которая действует в Зятске Тихоокеанском регионе и мы выступаем от имени Пола Уилсона который был членом МКГ наверное с первого дня работы я думаю что мы возлагаем большие надежды на проведение предстоящей сессии IGF в Джоа-Песоа было сказано несколько слов о том прогрессе который был обеспечен в 2014 году отследить за отследить все это не так-то просто это нет мандиали инициатива и в ее плюс 10 и то что делает комиссия по науке техники в плане реализации расширенного сотрудничества и так далее и мне кажется что вот то что было сделано в этом плане это отражает важность этих процессов в частности то что у нас состоялось мероприятие в нашем регионе речь идет о том чтобы обеспечить сближение многих инициатив которые реализуются в этой области мы должны думать о том как все это свести воедино как срезюмировать чтобы IGF и все сопряженные процессы давали конкретные результаты хотелось бы просто предложить это к вашему вопросу думаю что мы об этой интеграции поговорим в следующем году Роберт Зиглер Российская Федерация пожалуйста добрый день мне приятно здесь присутствовать а можно по-русски спать можно можно есть перевод с русского у меня есть короткое замечание которое касается во-первых над мундиаля я хотел бы чтобы мы не вводили друг друга в заблуждение я так же как и многие здесь присутствовал там и могу сказать что к сожалению ни консенсус как такового ни раф консенсус там не было и на мой взгляд это очень важно потому что многие из участников которые там были об этом говорили и мы не можем учитывать позицию ряда представителей правительственного сектора потому что правительственный сектор это люди которые в общем-то несут ответственность за те решения которые они принимают в этой сфере и если мы создаем принципы которые потом не соблюдаются то к сожалению это ведет к имитации процесса я не против мультистейхолдерного подхода я не против того диалога который есть у нас но я за то чтобы этот процесс был эффективен и поэтому я хотел бы чтобы мы друг друга грубо говоря не обманывали а также я хотел бы поделиться с вами что я присутствовал на китайской конференции и хотел бы сказать что достаточно высокий уровень этого мероприятия и я также хотел подтвердить те слова которые говорили до этого и в продолжение темы над мундиале хотел бы предложить на будущем IGF больше внимания уделять прозрачности механизма принятия решений чтобы у нас не было с вами недопонимания был консенсус не было консенсуса приняли мы эти решения или не приняли конечно этот процесс он очень сложный сложно делать так чтобы все согласились с теми или иными принципами но во всяком случае к этому имеет смысл стремиться и прозрачность процедуры она может этому очень сильно содействовать так же я хотел бы обратить ваше внимание на необходимость заниматься и необходимость обратить внимание на региональные инициативы например для меня как для представителя парламента очень интересно какие региональные практики в других государствах есть в области интернет права я думаю что и другим специалистам в других областях это тоже интересно потому что к сожалению есть угроза фрагментации интернета когда законодательства разных стран не согласованы между собой иногда прямо противоречат друг другу и я бы предложил обратить внимание и может быть на одной из секций это обсудить я понимаю что мы это завтра еще будем дискутировать но однако же хотел бы обратить на это ваше внимание спасибо большое спасибо за ваши замечания и за предложения конечно завтра мы будем их обсуждать слово следующему оратору Амелия Швеция я член европарламента поэтому у меня тут есть определенный опыт который отличается от опыта других коллег вот парламенты в демократической системе имеют определенную особую роль ведь их выбирает напрямую правительство население и соответственно правительство несет ответственность перед парламентом поэтому мне кажется что вот этот список заинтересованных сторон нужно расширить и включить в этот список представителей парламентов поскольку они играют определенную роль они не относятся к той же категории что у правительства это законодательная власть представительная парламенты принимают нормативные решения в обществе и даже технические стандарты могут носить нормативный характер я представляю группы избирателей которые ждут от меня определенных действий в плане принятия таких решений по нормам которые важны для различных инициатив если говорить о нетму мандиаля то европейская комиссия внесла вклад в подготовку но технически говоря это исполнительный орган власти европейская комиссия если говорить технически грамотно не имеет полномочия на то чтобы принимать какие-то решения нормативного характера как обеспечить учет этого момента как обеспечить реализацию ожиданий в частности европейских граждан в этом отношении мы должны помнить о том что нормативные дискуссии которые проводятся очень важны было бы интересно каким-то образом консолидировать материалы о том как ведутся эти нормативные дискуссии как работают законодатели в этом отношении поэтому я бы попросил уважаемых членов МКГ подумайте об этом что касается таких инициатив как Нетмундиаль создание новых инициатив у нас есть целый ряд нерешенных вопросов даже с IGF и Нетмундиаль это тоже место где проводятся такие нормативные дискуссии но не совсем оправданно они не являются в полной мере легитимными поэтому нужно помнить о том что миллиарды физических лиц в конце концов это люди на которых отразятся эти решения конечно нужно обсуждать эти моменты но нужно думать о том как решить вот эту проблему вот например создание нейтрального нейтральности сети носят нормативный характер авторские права носят нормативный характер и целый ряд других вопросов носят нормативный характер поэтому очень важно обеспечить роль парламентов в этом отношении спасибо большое по-моему вы уже с Робертом по крайней мере представители российского парламента здесь присутствует на пару вы уже можете создать нормальную группу и что касается легитимности той работы которая проводится в АДЖЕФ то легитимность черпается в решениях в УИО и соответственно потом Генассамблеи ООН есть три оратора прежде чем мы предоставим возможность дать ответ я просил бы Найджела выступить очень кратко вы уже один раз выступали минуту даю вам Найджел спасибо господин председатель действительно выступлю кратко я хотел поблагодарить тех докладчиков которых мы выслушали и в частности спасибо тем которые рассказали о том что делается в комиссии ООН по науке техники в целях развития которая составляет вот этот сводный документ табличного формата и мы в этом плане хотели вернуться к тому что уже сегодня обсуждалось в ряде выступлений сегодня утром о том что в рамках этого процесса с участием многих заинтересованных сторон у нас появилась возможность учесть какие-то мнения заявить о них то есть все это обеспечивает лучшее понимание тех вопросов которые касаются управления интернетом нужны естественно и межправительственные форумы на уровне ООН нужны и форумы с участием многих заинтересованных сторон в частности в рамках проводимого обзора ВИО плюс 10 вот коллега из Македонии говорил о том что в Нью-Йорке обеспечивается определенная возможность участникам пообщаться с высокопоставленными коллегами из разных сторон это очень важный момент его тоже нужно учитывать спасибо Найджел Патрик две минуты вам даем спасибо вы знаете что я провожу проводить аналоги на любой конференции по интернету как с звездными войнами поскольку никто этого не делал я позволю себе этим за ней я здесь слышу что об этом говорится много о нетмундиале я хотел выступить провокационно что-то мы все о нетмундиале да о нетмундиале разговариваю тут надо скорее разговаривать все-таки больше о самом Айджиев нужно вот помните капитан Керк как-то обращается к Скотту представьте мне пожалуйста доклад состоянии дел через 4 часа а он отвечает через 4 часа наш космический корабль взорвется поэтому нужно помнить о том что очень важно чтобы люди не были просто зрителями как обеспечить проактивный характер о чем говорил Дживан с тем чтобы мы сами могли определять как мы могли бы поддержать вас чтобы что мы можем сделать в этом отношении нам было бы очень интересно узнать ваше мнение в этом отношении спасибо за аналоги хотя я правда не слышал чего-то такого что наш космический корабль взорвется через 4 часа надеюсь что наш космический корабль подержит не только 4 часа а еще лет 10 по крайней мере вот та дискуссия те обмены которые проводятся сейчас может показаться действительно не всегда релевантна для IGF но позволю себе с этим не согласиться на самом деле это позволит нам завтра и послезавтра лучше отструктурировать вот предстоящую встречу в Бразилии в этом отношении это очень важный вклад в процесс принятия решений который готовится везде я не думаю что IGF выйдет на этот уровень когда мы будем на IGF принимать решения мы будем помогать и российскому парламенту и европарламенту и парламенту других стран прорабатывать готовить такие решения в этом заключается наша роль в этом заключается наша мандат в плане работы с политиками которые занимаются интернетом у нас ограниченное время поэтому я предаю слово нашему дистанционному участнику Сильвия Белард я новый член МКГ я выступаю первый раз и работаю в этой структуре впервые заместитель председателя вице по латинской Америке говорилось о различных процессах в ИО то что делается в Париже в ЮНЕСКО то что делается в Тунисе в Дубае и так далее и так далее и так далее очень важно чтобы обеспечить доступ рост этого доступа инклюзивность повышения квалификации обеспечения необходимого потенциала с опорой на деятельность и ЮНКТАТ и ЮНДЗа все это очень важно так вот если говорить о Латинской Америке то есть секретариат ЭКЛА комиссия экономическая комиссия ООН для Латинской Америки и у нас запланировано провести в Коста-Рике мероприятие где будут согласованные сроки и порядок проведения соответствующего министерского совещания в Мексике на этот раз по данным вопросам применительно КАЙДЖЕФ в Латинской Америке я хотела бы призвать все заинтересованные стороны к тому чтобы использовать такой подход желаю успехов в организации этого важного мероприятия спасибо еще один на дистанционный участник Марилия Марсиэль Бразилия она говорится установленный порядок проведения обзора в УИО плюс 10 делает так что по сути дела в этой ситуации участвует только правительство а речь идет о том что стало ясно после Нед Мундиаль чтобы привлечь к этой работе по принципу снизу вверх представителей различных заинтересованных сторон такой документ является хорошим базовым документом для представителей правительств которые будут работать в Нью-Йорке мне кажется что в этом документе можно было бы отразить мнение этих различных заинтересованных сторон и мы должны в этом плане базироваться на основной идее которая лежит в основе можно было бы создать своего рода группу по документированию и распространению передового опыта в этом отношении включив это в качестве одной из подтем в частности в рамках Хуанова либо минуту сейчас либо пять завтра спасибо господин председатель прежде всего хотел бы выступить по-испански чтобы воспользоваться тем что здесь есть переводчики которых я приветствую это нечто такое чем мы к сожалению не можем воспользоваться очень частно меня зовут Хуан Фернандес я предпочитаю выступить одну минуту сегодня и пять минут завтра отвечая на ваш вопрос я хотел задать вот какой вопрос когда мы с вами будем обсуждать вопросы сотрудничества IGF с инициативами разного разного характера сегодня или завтра что касается вот этого сотрудничества между IGF инициативой NetMundial то мы будем заниматься этим завтра ну завтра пожалуйста просите слово пять минут я конечно вам не дам поскольку одну минуту вы использовали сегодня но я думаю найдем компромисс в этом отношении спасибо мы провели интересный обмен мнениями было задано несколько интересных вопросов поэтому хотел бы обратиться к нашим докладчикам ответить на эти вопросы это не обязательно я обращаюсь к тем докладчикам которые считают важным ответить на эти вопросы Бенедикта потом выступят ну своего рода с заключительным заявлением в этом отношении итак были вопросы заданы нашим коллегам самое простое как выйти на документ отгуглите CSTD Юнгтад и сразу вас выкинет на межсоциальные документы и найдете там этот документ я пытался делать как по-другому не работает а вот через гугл все получается но мы должны обеспечить техническую нейтральность поисковиков много разных один из них был упомянут но есть и другие поисковики помните об этом Марина спасибо я извиняюсь а ты мне секретаря то что у вас возникли трудности с поиском правильной станицы хорошо вот Питер Мейджор предложил решение слава богу первое спасибо всем тем кто откомментировал работу нашего секретариата юнгтада и комиссии по науке и технике в целях развития CSTD тут речь идет о широком спектре вопросов управления мы попытались дать ну если хотите такую моментальную фотографию того что делается мы сталкиваемся с тем что у нас для этой работы просто мало времени мы очень признательны за любую фактологическую информацию за любые данные государственной политики о тех вопросах и механизмах которые можно было бы использовать для улучшения нашего документа речь идет о том что секретарят представит документ для ну своего рода того чтобы служить базой для обсуждения который будет проводиться на комиссии пару слов относительно того что сказал председатель как увязать все эти процессы с тем что делается в IGF что касается обзора которые проводятся в комиссии по науке и технике где-то в октябре мы выйдем на очень такой критически важный этап мы надеемся что будет принят соответствующий документ и представители правительственных делегаций начнут переговоры по какому-то окончательному документу по результатам обзора реализации решений в УИО поэтому речь идет о том чтобы подготовить какой-то проект который был бы готов к тому времени но в конце концов может быть не так далеко из Нью-Йорка до Джо Песо по крайней мере некоторые из правительственных делегатов смогут принять участие в сессии IGF Алия спасибо кратко прозвучало пару комментариев которые касаются ЮНДЕСа нашего департамента по экономическим вопросам секретариата ООН какова наша роль в этом процессе как вот в табличном таком формате изложить все эти процессы как это связано с мероприятиями высокого уровня я воспользовалась аналогией с двумя машинами которые идут по одному и тому же туннелю очень важно чтобы мы заслушали мнение всех но с другой стороны если не будет какого-то упорядоченного процесса с учетом нехватки времени мы в конце концов будем все рваться на своих машинах в этот туннель и устроим там пробку и соответственно мы не сможем выполнить ту работу очень важно чтобы поэтому был такой вот какой-то упорядоченный механизм мы сейчас все внимательно следим за тем что делается в рамках разработки цели устойчиво развития на перед после 15 года разрабатывается соответствующая механизма тут есть целый ряд согласованных моментов которые уже действуют и сейчас речь идет о том чтобы избежать возникновения хаоса чтобы наш вот этот транспортный процесс пусть он проходит по нескольким направлениям одновременно был тем не менее взаимовязанным согласованным и хорошо организованным чтобы мы в конце концов не разбежались в разные стороны а смогли прибыть к пункту назначения который мы себя определили и коим является создание информационного общества я очень кратко со своей стороны отвечу Нора уже говорила у нас запланировано на четверг проведение сессии вопрос-ответа вы все сессии вот этого переходного совета они являются открытыми вам достаточно на Adobe Connect выйти или AdGree по телефону то есть будет выделено порядка 30 минут для вопросов и ответов у меня нет ответов на например те вопросы которые были заданы в отношении юридического аспекта всех этих изменений в какой степени какие-то решения носят обязательный характер какие нет какие принципы при этом использовать и так далее большое спасибо а теперь я хотел бы попросить Бенедикта завершить сегодняшнюю работу спасибо Яна задача на меня возложена непростая прозвучало столько разных мнений по такому широкому кругу проблема что говорить о чем-то таком одном едином одном едином не просто но прозвучала одна важная мысль нужно хорошо подготовить бразильское мероприятие так чтобы эта бразильская сессия IGF была релевантной очень важно четко обеспечить проработку и подготовку IGF 10 это требует проведения диалога по всем вопросам имеющим отношение к управлению интернетом здесь мы должны помнить вот о чем мы не можем замалчивать какие-то вопросы мы не можем игнорировать то что происходит в ООН и на других форумах очень важно наводить мосты очень важно налаживать связи друг с другом с различными процессами которые осуществляются на разных форумах и обеспечивать что-то такое что могло бы быть взаимоприемлемым что само по себе непросто и не все участники могут согласиться с тем что другие работают как-то по-другому это можно рассматривать как противоречие противостояние особенно если речь идет о национальных делегациях и вот мы как правительство пытались размышлять над этим и об этом видении говорила Дима Русет наш президент мы привержены на сто процентов многостороннего подхода но в то же самое время мы не можем упускать из виду вопросы которые нужно решать на многосторонней основе я думаю что мы должны учитывать все эти процессы которые идут в ООН и МСС и мы должны опираться на эти процессы в той мере в которой эти процессы могут помочь нам я дам краткие комментарии я знаю что мы уже превысили временные ограничения в отношении инициативы на этом мундиале руководящий комитет в Бразилии будет принимать этого внимания будем размышлять и будет конференцией звонок в четверг и мы будем говорить о нём возможно в рамках нулевого дня прошу прощения у Найджела я снова говорю в ревом дне многое здесь говорилось о финансовых ресурсах и конечно в этом плане мы ограничены и мы поддержали инициативу именно потому что мы хотим расширить нашу поддержку финансовую поддержку то есть мы не хотим чтобы были какие-то ограничения мы хотели расширить нашу финансовую основу финансовые ресурсы людские ресурсы мы хотели привлечь новых участников мне кажется это один из основных элементов инициативы еще один важный аспект и я хочу обратить внимание на первоначальный призыв президента Дилма Русе который состоит в том что это будет инклюзивным процессом и президент сказал что мы хотим чтобы заседание было инклюзивным чтобы у каждого участника была равноправная возможность внести свою лепту и мы надеемся что участники поддержат в конце результат над этим мы должны поразмыслить мы должны использовать результаты на этом идеале мы не должны упускать из виду первоначальное предложение об инклюзивности то есть если есть какие-то аспекты в отношении которых люди не чувствуют себя комфортно или чувствуют себя учрежденными мы должны наверное здесь проработать эти вопросы я хочу также поддержать предыдущих ораторов в отношении следующего моя делегация в контексте рабочей группы защищала это видение картирования структурирования процессов мы можем уйти от риторических аспектов которые иногда отравляют обсуждения но как только мы поймем кто чем занимается и что можно улучшить на системной основе тогда мы все будем довольны и мне кажется вот такое упражнение структурирование картирование поможет нам содействовать более официальному принятию предложений это позволит нам прийти к общему знаменателю в нашей работе и в том же самом направлении наша оценка конференции Пусана осуществлена нам кажется эта встреча была очень полезной был достигнут консенсус я это все говорю потому что есть очень много положительных перемен но есть и трудности с которыми мы должны столкнуться при подготовке к IGF и одна из важнейших трудностей состоит в том чтобы сформировать организовать IGF таким образом чтобы мы доказали людям вне этого процесса большую полезность и ценность форума вот коллега из Хорватии и Македонии буквально читали наши мысли потому что мы как раз пытались понять что можно сделать в Нью-Йорке чтобы повысить осведомленность о нашем процессе Бразилия чувствует свою ответственность особенно в области повышения осведомленности но мы конечно хотим быть партнерами с другими делегациями которые участвуют в этом процессе мы надеемся что они окажут нам помощь и конечно же при сотрудничестве с секретариатом и мы надеемся что мы организуем мероприятия может быть и несколько мероприятий может быть и не обязательно только в Нью-Йорке может быть какие-то мероприятия можно организовать с привлечением участия тех кто участвует в переговорах и может быть даже в первом квартале следующего года можно это организовать и конечно нужно обеспечить участие развивающихся стран и развитых стран нужно всем и секретариату и всем странам сотрудничать я поставлю точку на этом конечно есть очень много аспектов над которыми можно работать но это основное спасибо Менедикто за ваши комментарии спасибо всем за участие у меня очень плохая новость которая коснется тех кто приехал из Европы это касается восточной Европы и западной Европы для вас еще все не закончилось у вас еще есть совещание но хорошая новость состоит в том что встреча состоится в ресторане я хотел вам напомнить об этом но всем я хочу сказать что завтра в 10 часов мы встречаемся здесь это будет заседание МКГ которое открыто для всех для всех наблюдателей этот зал будет разделен на две части и вот справа будет проходить свидание пожалуйста хорошего вам вечера увидимся завтра